Эдвард Сноуден Но при этом спецслужбы точно не могут определить, что за таинственная цивилизация скрывается в недрах Земли. Может ли она нести угрозу человечеству? И сможем ли мы противостоять ей в случае возможной агрессии? Все эти вопросы вызывают серьезные опасения генералов в Пентагоне. Поэтому они скрывают столь важную информацию, чтобы не вызвать паники среди населения. Но кто живет под поверхностью Земли? Американский ученый Ричард Саудер выступает с сенсационными заявлениями. Более 20 лет назад в ходе своей работы в департаменте природопользования он обнаружил невероятную тайну. Попытки ее открыть привели к тому, что сегодня доктор политических наук живет в государстве Эквадор. Потому что результаты того расследования ставят его жизнь в США под угрозу. Я занимаюсь исследованием древних подземных туннелей более 20 лет. За это время я собрал множество свидетельств и документов о том, что такие объекты действительно существуют. Мы не знаем, кто их построил. Некоторые тоннели тянутся на многие сотни километров под землей, соединяя страны и континенты. Более того, доктор Саудер не исключает, что древние подземные туннели ведут в обитаемые города. Под Северной и Южной Америкой таких сооружений много. И потому для правительства США это уже вопрос национальной безопасности. Существуют специальные военные команды, которые занимаются поисками новых подземных объектов. Также в их обязанности входит маскировка или уничтожение входа в древние подземные тоннели. Если объекты оказываются пригодными для освоения и использования, правительство ставит на месте входов военные базы. Что же и кто скрывается там, под землей? Ричард Саудер не случайно поселился именно в Эквадоре. На территории именно этой страны нужно искать ключ к разгадке одной очень древней тайны. Посмотрите на эти сенсационные артефакты. Они из коллекции Падре Креспи, священника из эквадорского города Куэнка. Местные индейцы постоянно дарили ему вот такие металлические пластины. По внешнему виду им несколько тысяч лет. Некоторые из этих пластин были принесены из подземных туннелей Эквадора. И на них есть надписи, которые до сих пор никто так и не перевел. Коллекция Падре Креспи загадочным образом исчезла после его смерти в 1980-х годах. По некоторым данным, она хранится в Национальном банке Эквадора. Но это лишь часть от невероятного сокровища так называемой библиотеки Атлантиды, которую уже полвека ищут в подземных лабиринтах Латинской Америки. Первым вход в лабиринт обнаружил авантюрист Хуан Морритс в 1970 году, о чем и раструбил в местных газетах. Это была невероятная сенсация. И меня, конечно, это заинтересовало. Речь шла о том, что по легендам, цивилизация, существовавшая на Земле десятки тысяч лет назад, в скальных тоннелях под землей спрятала накопленные знания, дабы спасти их от надвигавшегося на Землю катаклизма. Это так называемая библиотека Атлантиды. Несколько человек утверждали, будто действительно видели в этих пещерах библиотеку. На полках стояли золотые книги, а также тысячи кварцевых табличек с инкрустацией. Рядом возвышались статуи гигантских людей. И лежало много золота и драгоценных камней. У меня не получилось связаться с участниками экспедиции по телефону. И я принял решение отправиться в Аквадор и во всем разобраться на месте. Эриху фон Деникину удалось отыскать первооткрывателя Хуана Морритса и заручиться его согласием написать об этом открытии в своей новой книге. Морритс даже показал швейцарцу вход в лабиринт. Правда, не центральный, а боковой. Он находился близ так называемых пещер Тайес. Но дальше они не пошли. После выхода книги Деникина, где говорилось о предполагаемом хранилище несметных сокровищ и библиотеке Атлантиды, в прессе началась шумиха. Поиски золотой библиотеки Атлантиды заняли почти 30 лет. Организацию экспедиций каждый раз осложняла политическая обстановка в Эквадоре. Точнее, разнообразные военные перевороты. Просто так поехать в пещеры Тайес было нельзя. Требовалась поддержка на государственном уровне. Шотландский ученый и путешественник Стэнли Холл, узнав обо всем из книги Эриха фон Ренекена, снарядил вместе с Морритсом международную экспедицию с участием военных, биологов, археологов и других специалистов. Для столь значительной господдержки им понадобилась авторитетная фигура. Ею стал астронавт Нил Армстронг, первый человек, ступивший на Луну. Экспедиция заняла всего один день, так как участников доставили к пещерам Тайес на военном вертолете. Исследователи во главе с Армстронгом спустились в туннели, однако залов с сокровищами они не нашли. В 90-х в Эквадоре происходил один военный переворот за другим. Проводники и свидетели, знавшие о сокровище Атлантиды, умерли или пропали. Но загадочное подземное хранилище все еще будоражит воображение искателей приключений со всего мира. Все они уверены, оно существует. Ведь Хуану Морритсу удалось захватить с собой несколько артефактов, и они поистине сенсационны. Это пластины с изображением звездных систем, странных существ в скафандрах, кошек, карабкающихся по пирамидам и золотых змей. Меня больше всего интересовали некие золотые или металлические с позолотой листы с надписями. Это должно быть хроники предыдущих цивилизаций, истинная правда о нашей с вами истории. Подозреваю также, что эти листы могли надиктовать древним людям те, кого они называли богами, а я считаю пришельцами из далеких звезд. Почему же никто не смог войти в секретный лабиринт? Исследователи говорят невероятное. Это и другие сокровища тщательно охраняются. Житель Калининграда Андрей Субокин никогда не увлекался непознанным. Но однажды, возвращаясь домой через парк, он заметил в небе необычный свет. Цвечение стало невыносимо ярким, и мужчина увидел большой шар, который опустился прямо перед ним на дорожку. Пришел в себя Андрей, по его словам, в незнакомой местности. Шара рядом уже не было, а перед ним возвышалась скала. Поскольку я стоял перед горой, то я просто думал, ну раз меня сюда принесли в таком виде, значит, меня надо подождать, что будет дальше. Тут просто гора, она разошлась. И образовались ступеньки. Очень длинные, вглубь, пещеры, под углом где-то в градусов 30. Как вспоминает Андрей Субокин, он начал спускаться вниз по ступенькам. Дальше случилось невероятное. Мужчина понял, что попал в настоящий подземный город. Там не было темно. Все вокруг было залито мягким свечением. Но обитала там не наша цивилизация. А я еще спросил, как давно вы здесь, у правительницы, как давно вы здесь? Она говорит, сотни тысяч. Сотни тысяч лет мы здесь. Они живут от 900 и до 2500 лет. В зависимости от генетического кода. По словам Андрея, королева подземного мира сказала, что предками ее народа была гиперборейская цивилизация, которая тысячи лет назад в результате древней катастрофы вынуждена была спуститься в подземные убежища. Столетиями этот народ сохранял знания и технологии, строя подобные города по всей планете. Откуда у древних китайцев высокие технологии? Они выполнены по технологии горнопроходческой техники. Какие тайны хранит подземный Крым? Ходы, да, просто-напросто запечатаны. Похоже, к этому невероятному свидетельству можно отнестись серьезно. Подземные города действительно есть на всех континентах. В 1992 году Вуанай из китайской деревни Лонглю решил проверить легенды, которые были связаны с прудом, расположенным неподалеку. Древние предания утверждали, что этот пруд был бездонным и скрывал вход в подземный мир. Легенды оказались реальностью. Находкой Вуаная заинтересовались специалисты. Исследование пещеры дало еще один сенсационный результат. Она открывала путь в запутанный лабиринт огромных подземных помещений и гротов. Ученые однозначно пришли к выводу, что все эти пустоты были созданы искусственно в глубокой древности. Но кем? По оценкам геологов, общий объем извлеченной породы составлял около 1 миллиона кубометров. Это гигантская цифра даже для современной техники, которая работает в шахтах. Но еще большее удивление ожидало ученых дальше, когда они начали детально исследовать эти помещения. Грот еще необычный тем, что внутри это не просто какие-то там пару метров высоты помещения. Они имеют очень огромную высоту, проходы помещения там до 20-30 метров. И еще одна особенность этих подземных сооружений тем, что они выполнены по технологии горнопроходческой техники. То есть на стенах, на потолке там следы именно от фрез, от каких-то дисковых пил, которые невозможно с чем-то другим спутать. Посмотрите на эти кадры. Все стены гротов покрыты ровными полосами. Именно такие следы оставляет современный горный комбайн, который занимается добычей полезных ископаемых. Но даже сейчас у нашей цивилизации нет таких механизмов, способных создавать пещеры высотой 30 метров. Неужели наши древние предки обладали знаниями нашей цивилизации и даже намного превосходили их? Для чего мог быть создан этот гигантский подземный гор, который по столь же непонятным причинам был покинут его жителями? Некоторые помещения подземного города Лангью имеют очень высокую, большую высоту. Порядка нескольких десятков некоторых метров. То есть эти помещения имеют смысл изготавливать, выбирать породу только с определенной, видимо, целью. Для хранения каких-то крупногабаритных размеров, грузов, вещей или чего-то еще, оборудования. Либо есть такая фантастическая мысль, что эти проходы, эти гроты были предназначены для проживания людей такого роста. Археологи пока не могут дать объяснений, как мог быть построен подземный город Лангью. Любому здравомыслящему человеку при первом взгляде на этот объект становится понятно, что его просто невозможно было создать при помощи примитивных инструментов. Не менее важный вопрос, который волнует ученых, почему город был затоплен и куда ушли жители? Почему они покинули свое надежное убежище? Или они просто не успели им воспользоваться? Некоторые исследователи предполагают, что Лангью мог пострадать от грандиозного наводнения, потопа, описанного во многих легендах и мифах разных стран. Но в этом случае его возраст должен исчисляться по меньшей мере несколькими тысячами лет. Лангью имеет очень большие выходы на поверхности. Это не просто маленькие помещения, которые уходят на поверхность. Это именно большие помещения, которые имеют огромную площадь и контакт с окружающим миром. То есть доступ воды при потенциальном потопе, который, возможно, происходил когда-то в наши далекие времена, обеспечивается с легкостью. То есть затапливается этот объект буквально за считанные минуты. То есть защита от потопа, здесь у объекта отсутствует в принципе. Кандидат геолога минералогических наук Александр Калтыпин убежден, что древние... Их перекрывают плеоценовые туфиты возрастом более 5 миллионов лет. То этим городам на самом деле не менее 5 миллионов лет. И они все это время разрушались. Часть их уже выведена от этого на поверхность, часть находится под землей. Но это примитивные такие достаточно сооружения, грубо отделанные. Но среди них, в первую очередь, в городах, которые разрушены, обрушенные горные склоны, которые выведены на поверхность, часто достаточно встречаются совершенно и совершенно по конструкции. Изучая подземный город Токларин, Калтыпин отметил невероятное сходство с китайским городом Лангью. Все внутренние помещения также были созданы с применением какой-то неизвестной строительной техники, которая оставила на стенах характерные следы. Ученый уверен, что это полосы не отзубило и кирки. Также поразила и невероятная точность, с которой были сделаны подземелья. Стены и потолки были идеально ровными, а на некоторых из них присутствовали изящные барельефы и декоративные украшения. Часто очень видны вот такая какая-то штриховка. Штриховка, которую я показывал горнякам, они считают, что это результат действия каких-то буровых станков. То есть не буровых, а горных машин, горных станков. Другое дело, мы пока еще не интерпретировали каких. То ли это какие-то круглые дисковые, я не техник, не могу сказать, не пилы, а которые шлифуют поверхность, шлифователи какие-то. Разумеется, древние подземные города не всегда были пустыми. Некоторые из них были обитаемы еще в средние века, а потом были покинуты жителями, которые нашли более комфортные условия. Другие города были заселены тысячи лет назад. В многочисленных легендах можно найти удивительные подробности, которые не только совпадают с описанием уже найденных городов, но и дают подсказки, где нужно искать подземных жителей. Невероятное открытие сделал египтолог Ларри Хантер. На протяжении 30 лет он анализировал древние тексты и пришел к выводу, что под египетскими пирамидами может скрываться огромный город. Позднее он сумел не только подтвердить свою гипотезу, но и проникнуть на первые уровни этого грандиозного сооружения. По его словам, подземные катакомбы тянутся на многие десятки километров под Каиром и спускаются вниз на целых 12 этажей. Сегодня пустое пространство под пирамидами пытаются найти с помощью космических спутников и электромагнитного излучения. На это уходит много времени и денег. Мы для поиска использовали человеческий голос и эхо от него, акустику. В настоящее время ученый продолжает свои исследования, пытаясь найти доступ к тайным хранилищам древней цивилизации. Целая сеть подземных городов расположена в Крыму. Некоторые из них схожи с аналогичными городами в Турции. Но до сих пор никто точно не знает, как далеко эти города могут простираться под землей. На территории Крыма издревле существуют, насколько я знаю, вот эти вот подземные сооружения. Причем некоторые из них находятся настолько глубоко, что несмотря на освоенность Крыма и на его обхоженность, туристами, спелеологами, археологами и всякими прочими людьми, учитывая плотность населения высокую в Крыму, до сих пор не обнаружены некоторые сооружения по причине глубокого заложения, по причине того, что входы туда просто-напросто запечатаны. В это сложно поверить, но на самых глубоких уровнях все еще могут скрываться строители подземных лабиринтов. И вот на каком основании это утверждается. Недавно рабочие одной из шахт, расположенных в Крыму, обратили внимание на странное явление. Каждый день в одном из отдаленных туннелей шахты в 12 часов дня и в 12 часов ночи раздается странный звук. Причем слышно этот звук только на самых низких горизонтах шахты, на глубине около полутора километров. Звук словно идет с еще большей глубины и имеет явно техническое происхождение. В определенной части штрекового комплекса слышится звук, подобный идущему поезду. То есть такое впечатление, что где-то там за стеной на расстоянии нескольких сот метров под землей идет метро. То есть вот это классическое ту-тум-ту-тум, ту-тум-ту-тум. Эффект продолжается в течение минуты и потом пропадает. Сами рабочие, а после и исследователи, пытались выяснить, нет ли поблизости объектов, которые могут издавать такой звук. Но специалисты пришли к выводу, что звук идет именно из-под земли и не может быть вызван работающими механизмами на поверхности. Но что за загадочный поезд может с такой регулярностью двигаться под землей? Может быть, горняки Крымской шахты приблизились к одному из подземных городов, о которых упоминал Сноуден? Самые шокирующие гипотезы теперь это не только документальный цикл, который выходит в эфир каждый день с понедельника по пятницу в 18.00, но и беспрецедентный книжный проект, в котором мы аккуратненько собираем все самые невероятные гипотезы, захватывающие версии и умопомрачительные расследования. Итак, книга третья. Тайны неизвестных цивилизаций. В ней все версии, гипотезы и последняя информация о цивилизациях, которые когда-либо существовали или существуют вокруг нас. Ищите на книжных полках или в интернет-магазине «Лабиринт». Сейчас будет короткая реклама, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Почему НЛО прячутся в скалах? Описать это можно, но идентифицировать их летающий аппарат земного происхождения нет. Кто живет внутри горы? Светлое существо, ну, не похоже на человекообразное, но не похоже на человека современного. Еще одно странное явление периодически происходит в окрестностях Медведь-горы, которая также расположена в Крыму. Очевидцы повторяют слово в слово историю, рассказанную шахтерами. В определенное время из горы раздается странный звук, который длится небольшое время и затем пропадает. Буквально вот несколько лет назад слышу, в течение буквально одной минуты начинается гудение очень мощное из недр самого Медведя, Медведь-горы. Длилось буквально одну минуту, потом все пропало. Потом еще прошла минута, и снова появилось это гудение, но уже меньше по частоте, по тону и по мощности. И потом спало на ноль, вот в течение буквально одной минуты это длилось, и все. Очевидцев странных явлений в горах Крыма множество. Житель Симферополя Олег Мельник вместе с компанией однажды видел необъяснимое. У нас было 12 человек, группа, практически все его видели, этот объект, средь бела дня. Ну, описать это можно, но идентифицировать их летающий аппарат земного происхождения нет. На фоне вечернего неба возник небольшой черный объект. Он шел над морем на высоте около 50 метров, довольно далеко от берега. Передвигался темный прямоугольник медленно, и люди хорошо успели рассмотреть его в бинокль. Когда он поравнялся с горной грядой, стало возможно оценить его размеры не более трех метров в длину. Это был четырехугольный темного цвета, еще раз, объект, толщиной примерно около 40 сантиметров. Задние края загнуты вверх, в передней части находилась некая, ну, скажем, плотная субстанция в виде шара внутри этого объекта. И он делал некие, ну, примерно вот такие движения. Когда двигался вперед, он как будто сканировал, вот этот шар находился по центру, а задняя часть ходила в разные стороны. Аппарат был виден в течение 20 минут, после чего подошел вплотную к скале и просто в ней исчез. Был бинокль, я его рассматривал довольно-таки близко, но, скажу откровенно, жутковато, жутковато. То есть какой-то радости и эйфории мне это зрелище не принесло. Исследователь крымских подземных городов Антон Анфалов убежден, что мы имеем дело с неизвестной технологической цивилизацией. Возможно, она не только создала под землей подземные города, но и построила разветвленную сеть межконтинентальных туннелей для незаметного передвижения на огромные расстояния. Но самое поразительное. Кандидат наук утверждает, что он знает методику, с помощью которой можно обнаружить подземные города загадочной цивилизации. Занимаясь изучением гравитационной карты территории бывшего Советского Союза, Антон Анфалов обнаружил одну странность. В местах крупных горных массивов, где параметры гравитационного поля должны быть более высокими, он нашел множество участков с ослабленной гравитацией. Такие аномалии могут происходить в результате присутствия в этих местах обширных подземных пустот. Одна из версий очевидных совершенно, что там огромные, просто огромные пустоты под вот этой частью Алтая, именно южной, которая граничит с Монголией, возле селения Коша-Гач. Более того, есть информация, что наши спецслужбы еще в Советском Союзе обнаружили там вот это дело, эти полости. И не просто полость, а целый как бы портал или базу, это можно назвать, и мониторили это, мониторить продолжают в настоящий момент на протяжении многих лет. Совершенно невероятную находку сделали спелеологи и в районе Ялты. Они обнаружили огромную разветвленную сеть искусственных пещер, соединенных между собой очень странными туннелями. Создавалось впечатление, что они были проплавлены внутри горной породы. Причем температура была настолько мощной, что стены туннелей оплавились до состояния стекла. Неужели древним цивилизациям были известны более совершенные технологии, чем те, которые используют современные строители подземных объектов? Технология настолько мощная, что температура плавления колоссальная, и просто само вот это вот сооружение, оно укрепляется за счет того, что спекается в стекловидную массу стенки этого туннеля. То есть это какая-то техника проходческая, или с ядерным источником энергии, или что, но по всей видимости это воздействие плазмы высокотемпературной. Но все-таки кто же там живет? Неужели о них ничего не известно людям? На самом деле легенды о подземных жителях сохранились в мифах. Немало странных случаев связано с таинственным народом Чудь. Некогда он обитал на Урале, и несколько сот лет назад ушел в подземные убежища. Самое последнее свидетельство встречи с Чудью относится к нашему современному периоду. В 2012 году экскурсионный теплоход проходил близ одного из островов архипелага Кузова. Экскурсовод в это время зачитывал в микрофон легенды о народе Чудь, который ушел под землю и с тех пор, возможно, живет вдали от нынешней цивилизации. Вдруг одна из женщин истошно закричала, начала указывать пальцем на близлежащий берег острова, мимо которого они проплывали. Все пассажиры теплохода, все видели, как в скале закрылась дверь размером 3 метра на 1,5 метра. И за дверью скрылось светлое существо, ну, не похожее на человека, ну, человекообразное, но не похожее на человека современного. И свидетелей было очень много, единственное, что не успели снять на видео. Позже этот экскурсовод, который также является местным краеведом, организовал экспедицию и нашел эту дверь. Но это был просто гигантский камень, который невозможно было открыть, не зная механизма управления. Исследователям так и не удалось проникнуть внутрь пещеры. Урал, который богат легендами, начиная от тех сказок Бажова, которые мы все читали в детстве, которые как раз рассказывают, опять же, о каких-то подземных убежищах, где там не только живет хозяйка Медной горы, но и очень странные существа, которые, в принципе, являются хранителями этих, назовем так, глобальных подземных убежищ. Таинственный подземный народ упоминается в Лаврентьевской летописи 1377 года. Когда русские переселенцы пришли на Урал, то порой слышали в горах то звон металла, то удары о камень, то звон колоколов, то чьи-то голоса. Отсюда по Уралу пошли легенды о чуде, добывающей драгоценные камни и металлы в горе. Зафиксированы совершенно конкретные археологические следы, связанные с чудею, и конкретные археологические следы, связанные с сердцем. То есть идет речь о некой реальной совершенно исторической культуре, которая уходит под землю. Во многих местах действительно были обнаружены старинные шахты и следы металлургического производства древности. А на месторождениях руды находили древние метки, оставленные чудью. Акин Федемидов как раз искал эти метки и там строил металлургические заводы. О тех контактах, которые происходили с этим народом, который якобы исчез под землей, сохранились предания у народов Сибири, как Южной Сибири, так и Северной. Буддистские письмена говорят, что в Сибири целый народ ушел под землю. По рассказам поморов, чуть скрылось от новгородцев на новую землю в недоступные места. На Урале существует легенда, что все уральские пещеры имеют сообщающиеся между собой ходы. И под землей можно пройти весь Урал насквозь, от Ледовитого океана до самых южных отрогов. В Пермской области есть предания о чудских богатырях, которые спят до поры в подземных пещерах. Общаясь с другими народами, в частности на севере Урала, очень много было историй, связанных с такими большими подземными ходами. Встреча с другими народами, в частности на севере Урала, очень много было историй, связанных с такими большими подземными ходами. Ну, Чаловские Чукчи – это район Певека. Окрестить их не удалось, но они с ними прожили достаточно длительное время, и они там им показывали очень интересные вещи. В частности, они их водили к некоему великому подземному ходу. Монахи заинтересовались рассказом Чукчи и решили проверить, существует ли этот ход на самом деле. Один из местных жителей вызвался проводить их до входа в загадочные подземелья. Монахи взяли с собой провизию, теплую одежду, факелы, на тот случай, если бы их подземный поход затянулся на несколько дней. Он шел достаточно далеко, но они прошли всего лишь несколько сотен метров, после чего, как они пишут, их обуял страх великий, и они вынуждены были побросать все и бежать оттуда, пуститься в бегство. Но невероятные встречи с подземными жителями происходят не только вдали от больших городов. Неведомый ужас в подземных каменоломнях. Она заведет тебя в дальний угол и резко примет свои истинные отличия. Для кого Америка строит подводные базы? Детали остаются засеклеченными и по сей день. Буквально в 20 километрах от Москвы, несколько лет назад, произошел неожиданный контакт с необычным существом из подземного мира. Павел Зубалий занимается изучением рукотворных подземных пещер уже не один десяток лет. Ему не раз приходилось длительное время находиться под землей. Павел убежден, что человек, даже не обладая современными технологиями и устройствами жизнеобеспечения, может прожить в подземных лабиринтах достаточно долго. Это то, с чем сталкивался я. Опять же, легенды про Двулику. Это тоже зарубежная легенда Двулика. Это уже наше русское название. Красивая девушка, которая отправилась под землю искать своего любимого и попала под обвал. Она ходит в образе красивой девушки. Может тебя встретить, может тебе помочь. Если ты чем-то обидел, оскорбил ее или навредил пещере, она заведет тебя в дальний угол и резко примет свое истинное обличие после обвала. То есть, искореженная камнями тема. Однажды Павел лично столкнулся с этим существом в подмосковных Сьяновских каменоломнях. Он решил исследовать дальние гроты каменоломен, расположенные в так называемых штреках смерти. Это достаточно опасное место, куда обычно ходят только опытные спелеологи. В этих штреках пласты породы очень подвижные и могут упасть на исследователя от любого шороха. Но именно за штреками смерти располагается практически неизученная сеть других тоннелей. Павел задержался в пещере больше, чем планировал и решил переночевать. Проснулся я от того, что кто-то рядом шебуршит. Сначала подумал, может, кладка сходит где-то, что-то падает. Но вроде бы все было на месте. Но отчетливые какие-то шорохи движения и какое-то бормотание я слышал. Ну, собственно говоря, постарался оттуда ретироваться поскорее известными путями. Ну, в общем, на журнале потом смотрел. Никто в этот день в системе не появлялся. Павел согласился показать нашей съемочной группе, где именно он встретил необычного обитателя подземелья. Уже через несколько минут стало ясно, что выбраться обратно без проводника будет очень сложно. Невероятно разветвленная сеть подземного лабиринта раскинулась на многие километры. Нам нужно было добраться до самого дальнего участка этого лабиринта. До так называемой заповедной зоны, куда отважились ходить только самые опытные спелеологи. Ну, вот, собственно говоря, примерно в этих краях я тогда и ночевал. Поскольку здесь очень сходит порода, вот, вот, камни уже свежеупавшие. Я уже толком не помню, где это происходило. Скорее всего, дальше там. Вот, можно видеть, что свежие сколы камней, и все это постоянно опускается и падает. То есть рельеф меняется из года в год. Вот, постоянно надо заново учить дорогу сюда. Вот, собственно, и даже у потолка вон висят свежие плиты, которые вот-вот готовы уже рухнуть. В одном из гротов сьяновских каменоломен находится вертикальный колодец, уходящий вниз. Некоторые исследователи полагают, что он может везти в более древние туннели или даже подземный город, о котором у местного населения ходит немало слухов. Но ход этот настолько узкий, что спуститься в него пока никто не решается. Может быть, именно оттуда, с нижних этажей подземелья, и пришло то загадочное существо, которое напугало Павла. И потом уходит узкий проход дальше, ниже. Вот, что за этим проходом, никто не знает, потому что это монолит. Его даже особо не поковыряешь там и не пророешь в нем новый ход. То есть он был вымыт водой. Соответственно, если вода куда-то уходила, соответственно, что-то есть ниже. Среди местных, так сказать, жителей существует и предание о втором ярусе, который где-то есть внизу. Современная цивилизация может с помощью машинных технологий создавать огромные подземные сооружения. Мы научились строить линии метрополитена в протяженностью десятки и сотни километров. Нам стали доступны технологии, позволяющие перестраивать и приспосабливать естественные пустоты внутри гор, под хорошо защищенные от внешнего воздействия убежища. Например, сам я срочную службу служил в отземном городе. Это был командный пункт ракетного полка боя стратегического назначения. По сути дела, это многоэтажка, 12-этажный дом, зарытый в землю, со всеми коммуникациями. Там точно так же улицы, перекрестки, помещения, обеспечивающие комфортабельное пребывание под землей одновременно ракетного полка. Причем увеличенного, не штатного. Не такого, как мирное время, а как поедное время. Причем с автономным пребыванием до 4 месяцев. Но существуют объекты, гораздо более крупные, чем командный пункт полка. В нашей стране, еще во время Советского Союза, в районе горы Ямонтау, начали строительство секретного подземного города-убежища. В случае возникновения угрозы Третьей мировой войны или глобального стихийного бедствия, в этот город должны быть перемещены те, кто смогут обеспечить контроль за ситуацией, а при необходимости обеспечить сохранение генофонда для дальнейшего возрождения цивилизации. Объекты такого уровня рассчитаны на пребывание в них десятков тысяч человек в течение нескольких лет без всякого контакта со внешней средой. Я лично был знаком с одним человеком, который также в срочную службу служил на том объекте. Он своими глазами видел, как в гору въезжает башенный кран, строительный кран, который используется для строительства, допустим, пятиэтажного дома. И кран не в транспортном состоянии, а в рабочем. То есть, можете представить высоту этого крана и высоту ворот сдвижных в этой горе. Значит, такие объекты сооружаются для экстренных случаев, и они есть практически тоже во всем мире. Ричард Саудер убежден, что современные технологии позволяют создавать и еще более поразительные объекты. Ему удалось найти невероятные свидетельства строительства американским правительством подводных военных баз, расположенных на большой глубине. Человека, которого назначили ответственным за этот проект, начиная еще с 50-х годов, звали Джон Пинья Крейвин. Он недавно скончался, но на него была возложена задача адмиралом Рековером, который осуществлял программу и расширял возможности ВМС Соединенных Штатов. Работать на очень большой глубине в океанической и глубоководной среде, вплоть до 20 тысяч футов под водой, а это почти что 4 мили. Как утверждает исследователь, в строительство подземных и подводных баз и тоннелей государствами вкладываются колоссальные сумки. Эти базы находятся в ведении военных и гражданских ведомств. В большинстве случаев подземные базы предназначены для укрытия технократической элиты во время стихийных бедствий и геофизических изменений на Земле. Саудер убежден, что из федерального бюджета США были украдены триллионы долларов на подобные проекты и программы. Я обнаружил, что в середине 60-х годов ВМС Соединенных Штатов в спешке проводили исследования в проектной группе, в таком месте, как база военно-морского оружия в Калифорнийской пустыне. Им было поручено разработать подводные базы. Проект был назван The Rockside Project. Саудер утверждает, что для строительства подводных объектов американцы разработали специальные технологии, позволяющие создавать на большой глубине большие базы. Они способны вмещать в себя несколько подводных лодок с их экипажами, техническим персоналом и возможностью нахождения под водой в течение нескольких лет. Программа The Rockside предусматривала три различных способа создания подводных баз, которые, кстати, были спроектированы как очень большие и способные вместить несколько больших военных подводных лодок и их экипажи единовременно посредством огромных глубоководных подводных шлюзов, через которые могла бы пройти военная подводная лодка. Посмотрите на эти кадры. На них запечатлены подводные аппараты, разработанные инженером Грэмом Хоксом. В течение 20 лет он спроектировал несколько субмарин, которые называют теперь подводными самолетами, способными погружаться на глубину полутора и более километров. Несомненно, если гражданскому исследователю удалось создать столь совершенные устройства, то военные со своими внушительными бюджетами шагнули намного дальше. Детали остаются засекреченными и по сей день. Но на самом деле Джон Пинья Крейвин со своей командой разработал эти спасательные аппараты для глубоководных погружений, которые были призваны стать транспортными аппаратами или транспортными капсулами для экипажа, которые способны погружаться на экстремальные глубины в среде открытого океана. Наша цивилизация активно осваивает подземные и подводные пространства, все чаще сталкиваясь со следами неведомой цивилизации. Потомки этого неведомого народа, вероятно, дожили до наших дней, сохранив знания и технологии, которые мы открываем заново. Неужели в ближайшем будущем нас может ожидать контакт не с мифическими инопланетянами из дальних миров, а с параллельной земной цивилизацией? Шла весна 1927 года. В прокуренном купе пассажирского поезда Москва-Севастополь сидели несколько человек. Они старательно изучали топографические карты горного Крыма и иногда обменивались фразами и терминами, малопонятными окружающим. Праздная публика, расположившаяся в соседних купе, не обращала особого внимания на своих немногословных и таинственных попутчиков. Никому из пассажиров скорого поезда и в голову не могло прийти, что эти не совсем похожие на курортников люди едут в Крым по личному указанию главного чекиста молодого советского государства Феликса Держинского. А целью их служебной командировки на полуостров должен был стать поиск подземных городов и осколков погибших цивилизаций. Руководитель экспедиции Александр Васильевич Барченко смотрел в окно вагона и вспоминал прожитые годы, проведенные в опасных научных экспедициях. Кропотливую работу в библиотеках и архивах. А вспомнить ему было что. Ранней весной 1921 года Барченко возглавил научную экспедицию, которая направилась на Кольский полуостров для поисков следов древней гипербореи. Ее официальным организатором стал директор Института изучения мозга академик Бехтерев. Но на самом деле за экспедицией стояли Феликс Держинский и руководитель самого секретного отдела ОГПУ Глеб Бокий. По всей видимости и сам Барченко к тому времени уже являлся штатным чекистом. Не случайно на всех сохранившихся фотографиях той поры он одет в военную форму. Кольская экспедиция продолжилась три летних сезона подряд с 1921 по 1923 год. Официальная была причина исследовать, что такое мерячение, такое странное поведение людей на уровне полубреда, которым пытались обвинить местных шаманов и таких неадекватных людей, так скажем, с точки зрения сотрудников ОГПУ, которых нужно было там приструнить как-то. Для этого нужно было выстроить такую концепцию против этого самого мерячения. Бокий много сил потратил на то, чтобы сколотить экспедицию, и в результате несколько человек очень долго работали там. И вот однажды в окрестностях Сейдозера ранней осенью 1922 года экспедиция обнаружила остатки древних сооружений, напоминающих египетские пирамиды, а также таинственные рисунки на скалах. Кроме того, Барченко после расспросов местных жителей нашел странную пещеру с узким лазом, ведущим глубоко под землю. Члены экспедиции неоднократно пытались проникнуть вглубь этого лаза, но всякий раз возвращались обратно, гонимые прочь необъяснимым и жутким страхом. По мнению Барченко и его единомышленников, этот лаз был одним из тех мест, благодаря которым человек мог проникнуть внутрь земли. Дневники Икольской экспедиции были тщательно засекречены и спрятаны в архивах спецотдела по криптографии. А сам доктор Барченко, по указанию начальника того же спецотдела Глеба Бокия, стал готовиться к новому путешествию – в Горный Крым. Экспедицию курировал лично Феликс Держинский с соблюдением строжайшей конспирации. В конце 1926 года на полуостров прибыл член экспедиции астрофизик Конди Айн со своей семьей. Он поселился в деревушке Кырк-Азислар на месте современного Бахчисарая. Астрофизику была поставлена задача провести разведку будущих объектов исследования и вступить в контакт с местными жителями, чтобы завербовать надежных проводников. В марте следующего года туда же прибыли Александр Барченко и несколько его коллег. Что же так заинтересовало чекистов в Крыму, что они снарядили на полуостров целую экспедицию? Стали поступать любопытные сведения из района Чуфут-Кале, подземного города. Первая группа исследователей местных крымчан, даже в 1920-е годы пытались забраться в какие-то подземные галереи этого подземного города, которые были еще ниже средневекового Чуфут-Кале. Они обнаружили огромные завалы. Подземными или по-другому пещерными городами Крыма в отечественной науке называют развалины крепостей и монастырей, расположенных в юго-западной части Крымского полуострова, вблизи долин рек Альма, Кача и Бельбек. В средние века большая часть этой территории входила в состав государства Феодоро. На территории пещерных городов находятся вырубленные в толще мягких известняковых пород различные по своему назначению помещения. Самые известные подземелья в Крыму – это городище Мангуб, Эски-Кермен, Кыскермен и Чуфут-Кале. Количество рукотворных пещер на территории протяженностью около 40 километров исчисляется тысячами. Причина интереса ОГПУ к пещерным городам Крыма до сих пор вызывает споры среди исследователей. Одно из предположений – экспедиция Барченко была отправлена в горы полуострова для поиска сокровищ, спрятанных в пещерах. Молодое советское государство остро нуждалось в средствах для восстановления народного хозяйства. Принимались во внимание все источники. Но в крымских сокровищах чекисты видели не только материальные ценности. Барченко, как ученый, был, по всей видимости, хорошо знаком с историей при Черноморье. Он наверняка знал, что этот регион около 8 тысяч лет назад потрясла катастрофа, по своим последствиям сравнимая со всемирным потопом. Воды моря поднялись почти на 150 метров и затопили огромные площади прибрежной суши. Спасаясь от наводнения, жители при Черноморье бежали со всех направлений в горный Крым. В надежде на то, что это единственное и последнее место, которое не будет поглощено пучиной. Поэтому, естественно, люди спасали самое дорогое. Ну, кроме своих жизней и жизни своих детей, конечно, это были какие-то реликвии, какие-то артефакты, какие-то знания. И, скорее всего, вот в таком сконцентрированном виде, то есть эти знания, эти артефакты, сама природа в результате наводнения собрала в центральной точке Крыма. И, скорее всего, до сих пор это хранилище и существует под одной из вершин Крыма. Вполне вероятно, что на поиски этих древних реликвий и знаний и была отправлена экспедиция ОГПУ. А поводом к детальному изучению пещер послужила информация, что местные жители, исследуя катакомбы, наткнулись на более древние галереи, чем хорошо изученные помещения, если так можно сказать, верхнего уровня. В Средние века значительная часть галерей использовалась монахами. Они обустраивали там храмы и скиты. Маловероятно, что пещерные города Крыма это творение рук самих отшельников. По данным археологов, пещерные укрепления Таврии стоят на местах более ранних, искусственно созданных убежищ. Нередко средневековая кладка на известняковом растворе идет поверх более древних циклопических стен, сложенных насухо. Сотрудники Барченко в 1926 году обнаружили там странную вещь. Они видели большое сильное свечение, разноплановое очень, шары, различные геометрические фигуры, плывущие в воздухе. Причем это было поведение практически у всех членов экспедиции, в том числе у Александра Барченко. Такое ощущение, что кто-то говорил, произносил какие-то тексты, какое-то вещание шло на каком-то непонятном языке. Язык никто не мог определить, но люди все понимали. Это вот иногда так проходит субъестие, то есть внушение наяву. Все это может показаться небылицей, но, как оказалось, не только экспедиция Барченко столкнулась с явлением субъестия. В начале 90-х годов бывший моряк-подводник Виталий Гох обнаружил в Крыму пирамиды по размерам и геометрическим пропорциям, напоминающие египетские. Их высота колебалась от 36 до 62 метров. В течение многих веков эти громадины ускользали от внимания как местных жителей, так и ученых, по очень простой причине. Все 37 крымских пирамид, располагающиеся в четырехугольнике Севастополь, мыс Сарыч, Ялта-Бахчисарай, были полностью занесены современными отложениями. Сделать свое открытие отставной капитан смог с помощью прибора, созданного им для слежения за подводными лодками. Оказалось, что с небольшими изменениями прибор может видеть и то, что лежит глубоко под землей. Сначала с помощью уникального локатора отставной моряк искал для своих соседей дефицитные для юга Крыма подземные воды. Но вскоре выяснилось, что прибор реагирует и на пустоты, и на металлы, скрытые в земле. Первую пирамиду в Крыму обнаружили, когда искали платину в районе Севастополя. Среди археологов ходили слухи, будто в древности здесь проводили плавку этого драгоценного металла. Платину Виталий Гох не нашел, но неожиданно прибор показал наличие подземных пустов, причем довольно крупных. Решили пробить шов. На глубине 10 метров была обнаружена первая Крымская пирамида, полностью, как говорится, по самому маковку, занесенная галькой и щебнкой. Во время раскопок Гох обратил внимание на совершенно ненормальное поведение, на психоз, который овладевал людьми как перед пещерой, так и во время спуска по вырытому шурфу к пирамиде. Внутри это ощущение усиливалось. Люди, попадавшие в сферическую полость рассказывали, что они буквально купались в потоках энергии. Это действует просто удручающе, но без последствий. Некоторые невосприимчивы к таким вещам, некоторые слишком восприимчивы, и уже на подходе к этой пещере им начинает мерещиться, что там ждет что-то неприятное. В любом случае, ходить туда просто так ни в коем случае нельзя. Во-первых, нужен проводник, и во-вторых, есть места, куда просто ходить нельзя. Это как бы запретные зоны. Когда реальность пирамид была подтверждена раскопками, Гох обратил внимание, что их расположение практически совпадает с энергетически активными зонами, находящимися в глубине земли около Ялты, Севастополя, Бахчисарая и давно уже покинутого городища Мангот. Поэтому есть еще одна версия, что могло послужить истинным поводом для отправки экспедиции во главе с Барченко в Крым. Изучение воздействия на психику людей энергетического поля пирамид. Правда, об их существовании в то время еще не было известно. Зато сохранились древние легенды, свидетельствующие о том, что недалеко от Севастополя, в районе древнего пещерного города Эски-Кермен, прикрывающего с моря крупный порт Византийской империи Херсонес, случались массовые воздействия на психическое состояние людей. В них же рассказывалось о том, что когда городу угрожала опасность с моря, то с фрески подземного храма сходил святой Георгий Победоносец и своим копьем поражал экипажи вражеских судов, подплывавших к городу. И тогда одни моряки, объятые ужасом, поворачивали прочь от берега, другие, как будто пьяные, плыли прямо на скалы и находили там свою гибель. Не обратить внимание на эти легенды руководитель лаборатории нейроэнергетики Барченко не мог. Более того, мифологические сюжеты могли стать главным аргументом для обоснования необходимости экипировать и отправить в Крым специальную секретную экспедицию. К этому можно добавить еще один любопытный момент. В начале 1926 года в Москву вернулся с Тибета знаменитый художник и востоковед Николай Рерих, который встретился с шефом секретного спецотдела ОГПУ Бокем. Бокий тогда познакомил Рериха с результатами северной экспедиции Барченко, где исследователи искали причины сильного энергетического поля в районе Сейдозера. Тогда впервые дошла речь о космическом камне или по-другому кристалле Сориона, играющего важнейшую роль в истории человечества. Этот осколок якобы передается правителям, избранным для выполнения особой миссии на Земле. Согласно предположениям, кристалл Сориона мог быть погребен под руинами Гипербореи, древнейшей цивилизации, существовавшей на севере. Вероятно, его и искал на Сейдозере Барченко. Рерих, выслушав эту историю, назвал другое место предполагаемого нахождения магического кристалла. Крым. И чекисты ухватились за эту версию. Я напомню, что руководители органов в те годы, когда Барченко занимался своими космологическими исследованиями, были люди, далеко не лишенные вот этих самых космологических знаний или даже амбиций. И увлечь тогдашнее руководство НКВД некими космическими знаниями, то, что сейчас может быть считается признаком уже науки и некой желтизны на телевидении и желтизны в СМИ, тогда воспринималось, к слову сказать, по секрету скажу, и сейчас воспринимается продвинутыми руководителями органов, как вполне себе достойно руководство к действию. О вероятности существования в Крыму мощного энергетического источника, в котором исследователи хотели увидеть тот самый кристалл Сориона, говорили и другие легенды, и даже реальные истории. Например, морская катастрофа у Балаклавы в 1909 году. Одна из самых совершенных в то время подводных лодок Камбала погибла под форштевнем эскадренного броненосца Ростислав. Опытный морской офицер, лейтенант Аквилонов, стоявший на мостике субмарины, неожиданно, как и моряки из древних легенд, впал в блаженное состояние, то есть в эйфорию. Он читал стихи вместо того, чтобы изменить курс подводной лодки. Судебно-медицинская экспертиза показала, что капитан подводной лодки в момент катастрофы был трезв, не находился под воздействием наркотиков и признала его вменяемым. Значит, подводника вывел из психического равновесия некий таинственный поток энергии. Не источал ли его тот самый магический кристалл, искать который в 1926 году отправилась экспедиция Барченко. Впрочем, некоторые исследователи весьма скептически относятся к подобного рода историям и легендам. И не потому, что они кажутся фантастическими. Напротив, они считают, что гипотеза существования магического кристалла Сориона вполне имеет право на жизнь. Ведь не даром об этом камне есть много упоминаний в античных летописях. Дело в самой легенде для экспедиции, работающей в условиях строжайшей конспирации. Когда хотят скрыть, по крайней мере, для своих коллег истинную задачу поисков, чаще всего называют то, что находится на поверхности. Хочешь скрыть глубоко законспирированную, глубоко засекреченную операцию, придумай какую-то фантастическую версию. Кстати, причина гибели субмарины Камбала и странного поведения командира лодки все-таки выяснилась. После окончания Второй мировой войны в Крыму работал известный немецкий исследователь аномальных явлений Ойген Зиберт. С помощью рентгеноскопических приборов, позволяющих фиксировать различные виды природного и техногенного воздействия на человека, немецкий физик определил, что причиной странного поведения офицера Аквилонова стали сверхнизкочастотные звуки, возникающие при некоторых атмосферных явлениях в районе Иске Кермен. То есть это было природное воздействие, а не техногенное, и уж тем более не магическое. В 1998 году группа энтузиастов обнаружила близ главной оборонительной стены пещерного города Чуфут-Кале забитая камнем устья колодца Тикую. Об осадном колодце сообщали караимские легенды. В них же говорилось о некой ведущей к нему золотой лестнице. Работы по очистке ствола колодца длились три года. В 2001 году на 25-метровой глубине исследователи обнаружили забитый камнями боковой вход. При его расчистке выяснилось, что подземная галерея ведет к основанию одной из городских башен. Галерея длиной 108 метров представляет собой тайный ход из крепости к колодцу. На ее стенах изображения и надписи на латинском и арамейском языках. Посталактитам, которые находятся на ее потолке, удалось выяснить ее возраст. Около двух тысяч лет. Однако место пересечения круглого ствола с галереей не было дном колодца. Как выяснилось, дальше шел винтовой каменный спуск. Внизу, на глубине 45 метров, находились источники каменной ванны, в которых при осаде жители города брали воду. Кроме чисто утилитарного значения, сооружение имело, скорее всего, культовый характер. Галерея, ведущая к колодцу, ориентирована строго на восток. В дни весеннего и осеннего равноденствия, при восходе, солнце освещает все подземное царство. Интересно, что по такому же принципу построены египетские пирамиды. Если посмотреть на любую из пирамид в разрезе, то можно увидеть в ней наличие колодца, выходящего к такой же галереи. Размеры нижнего зала дают основания предполагать, что здесь совершались ритуалы, связанные с поклонением воде и солнцу. Но даже не эта находка поразила исследователей. Они поняли, что туннели ведут из того, ручья Фудкале, из более отдаленных районов, там, например, под горой Карадак, тоже начинается одна из пещер. Они ведут на юг под море, под Черное море и уходят в Турцию. И в Турции тоже нашли такие пещеры. Недавно один из исследователей, Александр Калтыпин, рассказывал мне о том, что он был свидетелем странных объектов, которые наблюдались именно в этих пещерах, такие же и странных животных, которые водятся в озере Ван, родственников Карадакского чудища. Связь есть абсолютно четкая между всеми этими регионами, этими явлениями. Осталось связать это по времени и по какому-то пространству еще более-менее. Главное нужно исследование. Не исключено, что экспедиция Барченко как раз и искала некие тайные ходы, которые соединяют под землей целые страны и даже континенты. Но при наличии технических средств начала 20 века сделать подобное открытие в ту эпоху было невозможно. Впрочем, и сегодня это осуществить весьма затруднительно. И дело не в том, что не найдется высокотехнологического исследовательского оборудования. Нет самого главного воли и мотивации. Поэтому пещерные города Крыма еще долго будут хранить свои тайны. Но если их удастся раскрыть, это будет самой настоящей сенсацией глобального масштаба. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...